В этом видео мы поднимем фпс в играх буквально в один клик с помощью одной программы. Проверим ее, насколько она сможет нам поднять фпс, а также оптимизируем свою систему и ускорим свой компьютер с помощью данной утилиты, чтобы повысить как можно больше фпс. Для повышения фпс в играх мы будем использовать программу, которая называется HON. Более 700 тысяч человек уже воспользовались данной программой. Также можно ознакомиться с отзывами на Trustpilot. В целом все отзывы положительные. Программа HON обещает нам увеличить фпс во всех популярных играх. Давайте проверим, насколько эффективна данная утилита. Переходим по ссылке в описании и скачиваем программу. Устанавливаем утилиту на свой компьютер. Запускаем ее. И давайте пройдем авторизацию. Нажимаем на Authenticate in Browser. И выбираем вход через Google, либо Discord. Я выбираю Google. Итак, мы успешно авторизовались. Теперь мы можем приступить к оптимизации. Давайте для начала сменим язык на русский. Для этого переходим в настройки. И выбираем русский язык. Первым делом создадим резервную копию настроек. Это позволит нам в случае необходимости вернуть систему в исходное состояние. Переходим в резервные копии. Нажимаем создать новую резервную копию. Вводим любое название. И жмем создать. Ожидаем процесс создания копии и восстановления. Как только завершится процесс, нажимаем завершить. После того, как мы создали бэкап, переходим в раздел ускорения. И давайте выполним процедуры оптимизации. Очиститель мусора. Это опция очистки, которая позволяет избавиться от временных файлов и мусора, засоряющего жесткий диск. Данный процесс освобождает память и может немного ускорить работу системы. Особенно полезно для тех, кто давно не проводил такие процедуры и накопил большое количество ненужных файлов. Следующий шаг. Оптимизация и дефрагментация жестких дисков. Программа HON выполнит дефрагментацию данных, чтобы ускорить доступ к ним. Этот процесс помогает ускорить запуск приложения и улучшить общую отзывчивость системы, особенно на жестких дисках. Важно помнить, что процесс дефрагментации может занять время, особенно если диск заполнен. Далее удаляем историю недавно использованных файлов. И очищаем кэш миниатюр, что освобождает дополнительное место на диске и ускоряет систему. Также очищаем кэш шрифтов. Это освобождает оперативную память. Для пользователей дискорд HON предлагает удалить историю и кэш дискорд, чтобы приложение работало быстрее и стабильно, особенно если вы активно используете его для общения. Теперь сканируем диски на наличие ошибок, чтобы устранить все проблемы, связанные с ними. Затем сканируем и исправляем ошибки самой системы. Также исправляем ошибки защитника Windows. Далее можно включить старую программу для просмотра фотографии. На удивление она работает быстрее новой. И наконец удаляем и очищаем весь кэш Steam с помощью HON Steam Cleaner, чтобы повысить производительность при запуске игр и освободить дополнительное место на диске. После того, как мы оптимизировали и ускорили свою систему, открываем раздел игры. Здесь у нас отображается библиотека игр, которые установлены на нашем компьютере. Выбираем игру, в которой хотим поднять FPS. Программа нам предлагает выбрать пресеты оптимизации. Внутри каждого пресета находятся настройки, которые настраивают и оптимизируют нашу систему, чтобы поднять FPS в игре. Выбираем пресет производительность, чтобы максимально оптимизировать свой компьютер и поднять как можно больше FPS. Далее нажимаем активировать пресет оптимизации. Жмем еще раз активировать пресет. И ждем пока применятся все настройки. После чего перезагружаем компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Теперь переходим к тестам FPS до и после оптимизации. Чтобы проверить, насколько нам удалось поднять FPS в играх. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Помимо оптимизации игр, здесь также можно настроить BIOS и оптимизировать систему с помощью расширенных настроек. Если вы хотите получить полный доступ к программе, вы можете приобрести премиум версию. Ссылка на программу HON будет в описании под видео.